Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видеосерия для начинающих садоводов и огородников. Вот этот короткий видеоролик предназначен совсем начинающим садоводам, огородникам, для того, чтобы узнать, здоровы ли ваши томаты. Потому что те, кто начинает обычно, не разобравшись, начинают обрабатывать одним средством, обрабатывать другим, третьим, подкармливать. Но 50% этих обработок вам, возможно, не нужны. Как узнать, требуется ли что-нибудь вашим томатам и хорошо ли они себя чувствуют, все ли им нравится. Выходите утром, когда нет жары. Потому что во время жары могут листики скрутиться и вы можете подумать, что они больны. Вот выходим утром и смотрим по листьям. Потому что я уже говорила, лист это индикатор здоровья томата. Если томату что-то не нравится, чего-то не хватает, он будет видоизмененный. И смотрите, листья не скручены, хороший зеленый оттенок, яркие, никаких пятен нет, нет пожелтений. И верхние, и нижние листья одинакового цвета. Листья нижние, не желтые, не загнутые, нет пятен, нет ржавчины. В основном цвет листьев. Если листья не меняют цвет, если они не закручены, если они хорошего такого одинакового цвета, скорее всего ваши томаты не больны. И лишний раз не надо их всякой химией обрабатывать. Вот в это время томаты должны не только цвести, у них должна быть зависть. У крупноплодных, вот у меня в открытом грунте вот такие уже помидорки. Мелкоплодные должны уже нижние кисти, сейчас зайдем до мелких, нижние кисти уже завязать, одну-две кисти. Вот первая кисть, но тут повыше уже маленькие. Все, осмотрели свои томаты. Если и внизу цвет листа вас устраивает, и вверху они красивые. Ну как, если выразиться таким простым языком, красивые томаты это здоровые томаты. Если у них листья не поврежденные, не загнутые, не крутятся ни трубочкой, ни вверх, ни вниз. Если нет желтых пятен, нет ржавчины внизу листа. Можете даже эту пластину листовую вот так перевернуть. Нет фиолетового оттенка, нет желтого оттенка. Значит ваши томаты чувствуют себя хорошо. Значит скорее всего в данный момент им ничего не нужно. Вот у меня вот это поле, я выхожу и смотрю по внешнему виду. Всего одна обработка комплексным удобрением. Я вам показывала, вот когда в теплице Аннушкой обработала, здесь нитрофоской. И одна обработка борной кислотой. Для того, чтобы как пасмурная погода, чтобы завязывались все. Все, этого пока достаточно. Потом, когда сформируются плоды, тогда нужно будет фосфорное удобрение. Но перекармливать томаты все-таки не нужно. Они хорошо себя чувствуют и так. Вот одна обработка комплексом. Все томаты зеленые, все здоровые. Все растет и как формируется своим чередом. Все, до свидания. Если кого-то интересуют более подробные статьи по выращиванию овощей, цветов, заходите ко мне на страницу в Одноклассники. Ольга Чернова, 56 лет, город Бейск, Алтайский край. Если добавитесь в друзья, будете получать все это по рассылке. Будем выращивать здоровый, вкусный и полезный, безопасный урожай томатов. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok